Пожалуй, самое оптимальное время для покупки новогодней елки настало. Покупая сейчас, можно быть уверенным, что она простоит и до Рождества. При этом еще остается выбор. Главная задача при выборе живой елки – подобрать наиболее свежее и здоровое дерево. Для этого имеются особые признаки. Вначале цвет иголок. Он должен быть ярко-зеленым, не желтоватым. Чем больше к желтому, тем ель раньше срубили, и она меньше будет стоять, не осыпаясь. Дальше, выбрав продавца, с наиболее свежими елочками ищем наиболее здоровую. Ищем среди массы елок те, где ствол толще. Потом приступаем к другим проверкам здоровья. Например, пробуем выдергивать иголочки. Проводить по ним против роста. Можно встряхнуть дерево. Свежая и здоровая елка эти испытания выдержит. Для дома. Такую среднюю, но красивую, стройную. Вы, наверное, знаете, как выбирать. Каким параметром выбираете елочки? Да прежде всего по красоте и по размеру. Чтобы уместилась в квартире. Размеры, ну, чтобы в квартиру влезла. Выбираю. Ребенку очень нравится украшать. Символ нового года и желательно живую. Красиво же дома стоит. Самый главный запах. Ставим в песок, в горшок. Если маленькое, если побольше в ведро. С песком поливаем. Стоит до конца января. Делаю елочку в ведерочке маленьком с водичкой, с песочком и таблетки могу положить еще, аспирин. А так я из этих веточек, я люблю, чтобы шишечек несколько было и делаю из нее елочку. Чтобы елочка простояла дольше, надо обязательно следовать некоторым хитростям. Итак, во-первых, место для елки надо выбирать дальше от батареи. Нельзя мгновенно менять температуру дереву. Если вы пришли с сильного мороза, пусть елка денек постоит в прохладном месте. На балконе, в подвале, в подъезде. Когда дерево привыкло, надо правильно привести установку. Для этого подготавливаем ствол, очищая его на 8-10 сантиметров от коры. Нижнюю часть можно подрезать, бока обстрогать. Это делается для улучшения доступа воды к дереву, так как влага ему жизненно необходима. Когда все тщательно подготовили, выбираем, как ель будет впитывать влагу. Ель можно поставить в ведро с водой или влажным песком, а можно просто обмотать влажной тряпкой. Без влаги ель осыпается очень быстро. С практики известно, что самый эффективный способ продления жизни елочки – влажный песок, наименее практичный – влажная ткань. И не забываем увлажнять иголки. Все как с цветами. Вот некоторые рецепты для сохранения елки. Ингредиенты рассчитаны на 1-2 килограмма воды или увлажненного песка. Первая – щепотка соли, чайная ложка сахара и таблетка аспирина. Второй рецепт – 2 чайные ложки сахара и таблетка аспирина. Третий – пол чайной ложки лимонной кислоты и ложка желатина. Четвертый – пол чайной ложки лимонной кислоты и растолочь мел. Ну и пятый вариант – 3-4 ложки глицерина. Руслан Ломанов, Петр Купрянов. Новости Новочебоксарска.